Добрый день! Хочу предложить Вашему вниманию обзор двухсимичного смартфона от компании X-Play N1. Веганалью 3.5 бюджетный двухъядерным процессором смартфон компании X-Play. Давайте посмотрим что входит в его комплектацию. Сам смартфон. Аккумулятор емкостью 1300 мАч. Гарантийный талон. Кабель microUSB. Зарядка с выходом USB. Ток зарядки 500 мАч. Стеревая гарнитура, наушники и таблетки. Разъем 3.5. Также длинная карточка X-Play. И краткое руководство эксплуатации. Сам смартфон представлен в нескольких цветах. Я сейчас возможность показать в черном и в белом. Сам телефон небольшой. В толщину почти 15 мм. Так 116 мм. Ширина 62,8 мм. Вес при этом 109 грамм. Здесь у нас три сенсорные клавиши. Они не подсвечиваются. Можно разобраться с их значением. Нажимать слепую можно и без подсветки. Здесь также у нас идет динамик разговорный. Рядом с ним находится датчик приближения. Справа кнопка включения. Слева качель громкости. Сверху разъем microUSB. 3.5. Снизу микрофон. Задняя крышка глянцевая. Здесь у нас доступ к двум сим-картам. С одной обычной образца. И слот microSD до 32 гигабайт. Поскольку в телефоне маленькая память, я вставил свою, чтобы хоть как-то показать, что телефон может. Включаем. Пока включается, расскажу о телефоне. Телефон двухъядерный. Mediatek 6570. Вставить процессор. Частотой 2 ГГц. Видео здесь. Мальч 400. Акцелератор. Видео. Соответственно, агрокативной памяти здесь. Здесь 56. Встроенный 512. Для приложения около 100 мегабайт. Вот загрузился аппарат. На первом, скажем так, рабочем столе. В основном все сервисы от Яндекса. Также камеры, настройки, как обычный телефон, контакты, смс и браузер. На втором также продолжение Яндекс.Сервисов и плеер. Здесь установлены адапридер, несколько игр, почтовый агент. Плеймаркет я лично устанавливал. Здесь изначально идет только Яндекс.Стор. Яндекс.Стор значительно уступает по количеству мобильных приложений. И также хотелось бы обратить ваше внимание, что не все приложения поддержатся нашим телефоном. Диспетчер файлов. Здесь также присутствует калькулятор, календарь, настройки Google, такси. В быстром доступе у нас владелец, режим полета, процентру старшей батарейки, беспроводные сети, Wi-Fi, Bluetooth, передача данных, график, передача данных, профили, звука, яркость, автоповорот и время ожидания. В настройках у нас здесь, как обычно, первым идет управление SIM-картами, беспроводные сети Wi-Fi, Bluetooth, график, передача данных, еще режим полета, VPN, режим модема, мобильная сеть. Также этот аппарат может совместно использовать интернет через USB-кабель. Устройство здесь у нас идет профиля звука. И здесь четыре, каждую можно настроить и добавить по своему усмотрению еще. Экран здесь, удомление блокировки, обои, автоповорот, яркость. Здесь нет датчика освещения, поэтому вставляется вручную. Размер шрифта от мелкого до огромного. Спящий режим от 30 секунд до бесконечности. Далее у нас идет память. Память здесь очень мало, поэтому сразу говорю, карта памяти здесь абсолютно необходима. Далее идет у нас батарея. Можно выставить заряд процента батареи. И также посмотреть, что больше всего тратит у нас энергию. И посмотреть подробный график. Приложения. Здесь у нас показаны сторонние приложения, сколько они занимаются системой памяти, что находится у нас на SD-карте, какие приложения, что работает в данный момент. И процессы кэш в все приложения. Памяти у нас здесь очень мало, поэтому используем очень экономно. Также здесь есть инструкции, что-то прошивка именно по самому андроиду четвертым и инструкция по самому телефону. Личные данные здесь в моем местоположении. Разрешаем приложением использовать наше местоположение по координатам сети. То есть здесь не так, где-то на GPS, а GPS. То есть нас распознают при помощи Wi-Fi, сетей и мобильных. Безопасность. Здесь у нас блокировка экрана. Как мы будем разблокировывать? Без блокировки слайдер, графический ключ, пин-код, пароль. Соединение владельца. Блокировка сим-карты. Показывает пароль при вводе администратора устройства. Нужно установка из неизвестных источников. Проверять приложение. Надвижные сертификаты и установка их с SD-карты. Язык ввод. Здесь у нас основной язык аппарата. Также настройка проверки правописания, правительского словаря. А также клавиатура, способа ввода, синтеза речи и скорость указателя. Восстановление и сброс. Здесь мы разрешаем резервировать данные приложения. Пароль и точек доступа в Wi-Fi. Среди Google. Также можно указать аккаунт для резервирования. Автовосстановление включить. Также сброс всех дараем лицензий. И возврат с настройками. С удалением всех данных с памяти телефона. Аккаунты здесь у нас сохраняются. Аккаунты почтовые, службы, социальных сетей. И настройка их синхронизации. Система. Первая дата, время. Здесь указано, что синхронизируется время по сети. Использовать часовой пояс сети. А также вставляем формат даты и часов. Расписание, включение, выключение. Здесь выставляем, когда телефон можно выключить. Ночное время в целях сбережения энергии. Специевозможности. Здесь крупный текст. Кнопка питания завершает вызов. Автоповорот экрана. Озвучивать пароли. Быстрый доступ. Синтез речи. Задержка при нажатии и удержании. Специальные вебскрипты. И быстрая загрузка устройства. О телефоне. Здесь можно обновить систему. Посмотреть общую информацию. Номер телефона. Уровень сигнала. Модель. Версия Android A4 2.2. Прошивка модуля связи. Ядра. Номер сборки. В принципе, телефон шустрый. Здесь также есть и радио, и резервное копирование. Радио работает. Антенна у них. Наушники без наушников. Антенна не работает. Камера здесь у нас без автоспышки. И без фокуса. Настройки здесь у нас общая экспозиция. Цветовой эффект. Режим съемки. Баланс белого. И подавление мерцания. 50-60 Гц. Фото здесь у нас размер максимальной камеры. 1,3 мегапикселя. Автоспуск. Обнаружение лиц. Видео. Включение микрофона. Режим аудио. Замедление качества видео. Моженство лучше. Обращаю внимание, что стабилизации нет. Немного расплывчато, но в цену вполне доступно. Бралвер здесь встроенный. Достаточно шустрый. Но в связи с тем, что техническая начинка достаточно слабоватая, то конечно подгрузка не стоит ждать очень быстро. И также распространение многих элементов Ява. И флеши здесь будут сильно замедлены. И может придется достаточно долго ожидать. В частности, у нас на сайте я сейчас пытаюсь. Здесь все подгрузилось. У нас здесь обзор. Nokia 503. Я попытаюсь его запустить. Как видите, все вполне прошло. Единственное, что приходится, я хочу прочитать пока сюда подгрузку. Смартфон от компании Nokia Nokia AHA 503 dual-C. Тем не менее, это реально. Давайте посмотрим, что входит в ее комплектацию. Одна прессивная загрузка. Как видно, что он достаточно тормаживает. Сам смартфон. Полностью можно сертификацию смотреть. Это очень неплохо. Грандиным талонам. Плей-маркет можно спокойно скачать с интернета в виде файла АПК и установить на телефон. Он без танцев с бубном спокойно устанавливается, что позволит вам установить гораздо больше приложений, чем тот же, скажем, в Яндекс.Тор на порядок. Что будет удобно и реально. Многие из них просто отсутствуют в самом Яндекс.Тор. Как видите, скачивает он достаточно быстро. Сейчас посмотрим, как установят. Не знаю, что обращу внимание. Многие приложения, которые в Google Play, могут заблокировать его загрузку, так как наше устройство будет это не поддерживать. Но это, к счастью, не всегда так. Некоторые можно скачать в виде файла АПК, как сам Google Play, и установить напрямую. Итак, я скачал YouTube. Он резво на него установил. Сейчас попробуем распредвести ролик. Заодно посмотреть цветопередачу. Разрешение здесь. Я включу максимальное разрешение на YouTube. Как мы видим, в этой передаче здесь самый синий конек. При малейших углах обзора идет синий литерейный картинка. Звук здесь достаточно громкий. Звук летизмного динамика. Пока в России есть нефть, в Милане есть я. Если в Милане есть я, значит, в России есть нефть. Нефть. Ну, это не прогнозирует, но, кажется, какой-то самолет. Динамик громкий, слышно хорошо. Единственное, что очень сильно преобладает на высокой громкости высокие частоты. Проверим дисплей, насколько он здесь поддерживает касание. Здесь двухпальцев мультитач. В принципе, для большинства игр простых это пойдет, а более серьезные, скорее всего, просто не потянет наше устройство. Давайте посмотрим, что нам покажет Antutu бичмарк. Я его продавателем тоже скачал. Потом посмотрим еще раз техническую начинку аппарата. Итак, N1, модель процесса N6572, графический изготовитель Mali 400 MP, разрешение дисплея 320 на 480, задняя камера 1 и 2. Память устройства, оперативная память. Здесь все видно. Двух ядерный. Датчик тока приближения к дистанции. Давайте протестируем. Это может занять это достаточно предварительное время. И так, что можно сказать, телефон вполне для бюджета. Очень неплохой. Представлен в разных цветовых гаммах. Без пудно можно использовать как радио, как плеер. Из недостатков можно отметить невысокую емкость аккумулятора. Это 1400 мА. То есть, в реальном времени это два дня спокойного использования. Плюс, у меня очень хорошие, скажем, углы обзора. При малейших, скажем, даже так, изменения в углах, где-то затемнение картинки. Что не очень удобно по чтению и просмотру. Также плюсом является, что есть очень много средств от Яндекс, которые позволят вам находиться в курсе событий, смотреть пробки, быть в курсе всех новостей. Новинок из видео, фильмов и так далее. Сам телефон небольшой. В руке легко помещается. В небольших размерах удобно пользоваться. Из-за того, что нет здесь вспышки, то фонарик может быть только сам дисплей. Для любителей фонариков. Также телефон может быть использован как USB флеш-накопитель. Компьютер его увидит. Есть меню, которое позволяет его подключить к индивидуальные устройства. А также, вы обратили внимание, когда идет тест, ведет постоянное сообщение о нехватке памяти. Вот, где-то с этой передачи. Передача. Сейчас мы посмотрим, как его до обзора. Рис��, как его до обзора. Вот, вкладка. Отлично. - под конец тест как вы видели вывел и так он показал 7480 выбил тест скорее всего из-за нехватки памяти семь тысяч триста восемьдесят я считаю что неплохо для вполне так для начального уровня для начала очень смартфон неплохой тем более за свои небольшие деньги не рабочий с ним можно выйти в интернет и что-то сфотографировать и посмотреть видео большое спасибо за внимание подписан наш канал комментируйте задавайте вопросы всего доброго